Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас что? Правильно, день Хускварны. Хускварна нам покажет одно замечательное животное, которое привезли с собой механическая божья коровка, которая не только гадит на ваших газонах, но еще и косит ваш газон, ухаживает за вашим газоном. А кстати, она же не гадит. У нее куда-то собирается в какой-то отсек или просто скашивается? Нет, у этой газонокосилки нет травосборника и самое главное, у нее нет выхлопа и у нее нет этого мерзкого шума, когда работает четырехтактный двигатель. Она в такой раскраске или вы его просто раскрасили? Нет, это хендмейд, это специальный заказ, раскраска может быть какая угодно. Второй мувер, который у меня есть для демонстраций, для показов, он раскрашен как майский жук. Вообще, многие компании... Я просто смотрю, что-то кто-то колхозил, потому что так это, думаю, Хускварна вряд ли будет. Да, нет, нет, это сверху красилось, причем вот так вот. А давайте попробуем, потому что некоторые организации покупают и сами красят. Вот я видел Газпром перед офисом, ну и другие компании свой лого наносят и так далее. Красят любой цвет. Сегодня у нас представлена газонокосилка-робот Хускварна. К слову сказать, в этом году исполнилось 25 лет роботам-газонокосилкам. 1985 году компания Хускварна представила первую газонокосилку-робот на солнечных батареях. Сегодняшняя модель представлена уже на литий-ионовом аккумуляторе. Так, подожди, а что нельзя было сделать это на солнечных батареях, что ли? Дело в том, что заряда хватало не так долго, как сейчас работает газонокосилка на литий-ионовых аккумуляторах. Она может окашивать значительно большие территории. Конкретно эта модель предназначена для территорий, ну, участок примерно 5-6 соток. Если мы говорим про топовые модели, то это уже 50-60 соток земли. Ну и, соответственно, если несколько газонокосилок объединить систему, то спокойно и легко можно окашивать футбольные поля или значительные территории каких-нибудь пансионатов, баз, отдыхов, гостиничных комплексов. Эти газонокосилки справляются очень легко с такой проблемой. В чем же ее отличительная особенность? Ну, первое. Сам робот, он очень легкий, компактный. Его можно легко перенести, убрать. Почему так он трясется? Дело в том, что в нем специально заложена система безопасности. Самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь и здоровье. Соответственно, когда натыкается на препятствие робот, датчики выходят из зоны действия и программатор случайных чисел разворачивает его на другую территорию. Ножи здесь не стационарные, они подвешены и, соответственно, когда раскручиваются, они производят свое кошение. Когда они натыкаются на какое-нибудь препятствие, ну, к примеру, ребенок подошел своей маленькой ножкой, зашел туда, максимум, что произойдет, царапина. То есть, если будет стационарный нож, жестко зафиксированный, то он может нанести очень серьезный вред. Здесь этого не происходит. Плюс, лезвие очень тонкое, его можно сравнить с канцелярским ножом. И, соответственно, когда происходит срезание травы, то оно не повреждается, оно не рвется. Когда наш газон начинает немножко лохматиться, то есть появляются такие волоски ковыля, беленькие такие, и газон такой белесым налетом. Это значит, нужно перевернуть ножи, они многоразовые, то есть одной гранью режут, второй можно перевернуть третью грань, ну, соответственно, четвертую грань. А канцелярские ножи можно оставить туда сразу? Нет. Во-первых, другой металл, во-вторых... Упущение. За это дешево было бы. Ну, русские, наверное, до этого догадаются, но нет, пока это невозможно. Но пока не догадались, да? Да. Основное отличие, я сказал, это плавающие ножи. Второе, очень важная деталь, которую нужно обязательно озвучить, это программное обеспечение. То есть здесь стоит программатор случайных чисел, который позволяет роботу газонокосилки хаотично меняя траекторию движения участка, движения по участку, скашивать ровно. То есть есть вариантов того, что много раз по тому же скошному участку пройдет, да? У других компаний есть такая недоработка, когда возвращаются по ограничительному корду или ездят по одному участку, тем самым накатывая... Ты же понимаешь, что генеральный случайный чисел может все время накидывать на угол лево и все, постоянно. Может. Но здесь есть такая особенность, когда аккумулятор полностью заряжен, он подает команду ехать крайний дальний участок вашей дачи или какого-то. Как определяется участок? Отсекается. У нас где-то был ограничительный провод. Он, соответственно, весь участок отбивается таким вот ограничительным проводом. Очень тоненький, столистый. Он прокладывается вот по периметру. То есть его надо, чтобы он был просто внизу в траве, да? Его можно положить и прибить кулышками, либо взять штыковую лопату, на штык его проложить. Лучше всего это сделать, чтобы не цеплялась какая-нибудь собачка или ребенок, кто-нибудь не зацепился, не упал. Лучше его положить в грунт, в землю, углубить его на штык, ну или 15-20 сантиметров, или саперской лопаткой. Это к вопросу, ты говорил, что футбольные поля можно, да? То есть не будешь протягивать. Один раз, один раз его проложил, закрепил его к базе, подключил 220 к сети и все. И робот потом будет заезжать клеммами, соединяться и ставится на зарядку. Когда у него полный аккумулятор, полностью заряжен, он уезжает в дальнюю локацию, выкашивает там случайной траектории. Когда у него остается 40 процентов заряда, он делит участок на треть, то есть две трети он выкосил на полном заряде и приезжает в ближнюю локацию и здесь выкашивает. Сделано это специально, чтобы ему хватило заряда, чтобы вернуться на базу, стать на зарядку. Как он понимает, какой у тебя участок? Ты его должен изначально ввести? Изначально на начального уровня газонокосилках стоит ограничительный корт, его первый раз прокладываешь. Можно произвольной формы, не обязательно прямоугольной, круглой, можно неправильной кляксой, можно вытянутой кляксой, как угодно. Площадь, как он понимает? Обычная магнитная индукция, плюс-минус, то есть слаботочный. Сегодня, допустим, у тебя 50 квадрат, а завтра ты продолжил, допустим, 100. Как он понимает, что нужно тебе в туторию прокатиться? А у него же этот ограничительный провод, он поехал направо, у него плюс больше пьет, едет налево, минус больше пьет, бьет. То есть мы один раз проложили территорию, мы каждый раз, каждый день не меняем ему территорию. Но он запоминает или нет географию? Или все-таки просто каждый раз тыкается вот так вот? Он каждый раз тыкается, он видит свой ограничитель, и все. В топовых моделях там уже стоит GPS, и помимо корда, если у нас что-то происходит, у него есть GPS, он просчитывает карту, прорисовывает у себя в памяти эту карту, и соответственно рисует. А топовая модель как сильно отличается по стоимости? Примерно в 2-3 раза, то есть в начальном уровне это примерно 69 тысяч рублей, соответственно топовой модели, ну около двухсот. Вау, тише, что за цифры? Ну давайте посмотрим, дома какими телефонами, гаджетами пользуются. Вот вы любите телефонами махать, а? Если в семье 2, 3, 4 телефона, то такая газонокосилка покажется просто идеальным помощником, который справляется с газоном. Вам не нужно ходить за зоной. А как, допустим, я скажу, что по вторникам и четвергам коси с 8 утра до 6 вечера? Есть волшебная кнопка. Ага. И вот здесь возникает табло такое вот. У него есть защита, четырехзначный пин-код. Так как будто в сейфе мою открываешь. Ну как телефон. Все-таки айфон тоже нужно четыре циферки ввести или какой-нибудь графический ключ. Здесь обязательно четыре циферки. Когда до соответственно четырехзначный пин-код, если у вас захотят эту штуку унести домой... Унесут. Унесут. Ну ничего потом не смогут с ним сделать. Пусть им хотя бы будет обидно, да? Пусть хотя бы будет обидно. Значит здесь... Знаешь, что нельзя вычислить с домышленников? На топовых моделях. На топовых GPS. И были случаи, когда уносили в гаражи, а потом наши доблестные полицейские находили. Вот. И человек шел в отказ, да я не знаю. Мне подкинули в замочную скважину, тварь! Разные были случаи. Вот. Но действительно GPS помогает, выручает. Значит из чего состоит? Состоит из трех двигателей. То есть один двигатель на привод, два двигателя на привод и соответственно один двигатель на вращение ножа. В следующих моделях еще один двигатель на изменение высоты к шине. То есть здесь наша модель представлена механическая. Выставил разок, да? Высота к шине. Ну вначале естественно мы косим чуть-чуть, чтобы у нас максимальная высота была газона. И каждый раз, каждый раз понижаем до необходимой высоты, чтобы наш газон работал идеально. Какой же принцип работы этой газонокосилки? Это было подсмотрено у замечательных животных, у овечек. Овечки, когда кушают траву, они идут где самая густая, самая сочная трава. Вот они стараются скушать ее. Когда нож встречает сопротивление на газоне, чем больше сопротивления, тем он чаще будет приезжать в эту конкретную точку. Хаотично двигаясь по участку, он будет чаще его срезать. Тоже самый принцип, когда у нас газон поработал. Я что думал, подожди, он же идет по принципу, это наверное работают более дорогие модели, которые к 200 тысяч тянутся, потому что здесь получается, что он будет чаще придет именно к этой точке. Значит его уже не только в одной точке. Не только в одной точке. Не только GPS его ведет. В принципе он работает по ограничительному короду. То есть у него есть площадь, которую мы ему огородили этим контуром. Вот у нас участок. Мы на нем отчертили, где он будет ездить. Мимо бассейна, мимо дорожек, мимо какой-нибудь беседки или мангальной зоны. Он все это дело проезжает. И в каком-то из участков, где мы реже ходим, не носим мясо или угли на мангальную зону. Дети не бегают по нашему газону. В этом участке трава гуще растет, сочнее. Солнце больше попадает, влаги больше достается. Там газон гуще. В этот участок, весь участок, допустим полторы сотки, он будет чаще приезжать. Там где газон реже растет, соответственно он будет реже приезжать. То же самое он выкосил весь участок. Выезжает на территорию. Сопротивление на нож не встречает. Он заехал и опять стоит. То есть первое время, несколько суток, он будет выезжать каждый цикл. Выехал, разрядился, встал на зарядку. Зарядился полностью, опять выехал. Опять косит-косит, заехал. Первые циклы, пока он не выровняет заданную высоту нашего газона, он будет выезжать каждый цикл. А есть такая вероятность, что какое-то место он будет все время продевывать? Нет. То есть... Нет. Он все равно докосит этот участок. Все равно. Он будет под разной траекторией, под разными углами. Изменяя угол атаки этого участка, он все равно будет к нему приезжать. Обычно это такие участки у границ. У границ, где есть декоративный камень или какая-нибудь щепа, или бордюр, где, ну, допустим, колосковый наш газон, это же смесь газона прорастающая. Он его не дорезает. И он с одного раза не доехал, со второго, с третьего. Потом смотришь через день. Слушай, а там же какое-то расстояние все равно до бордюра остается. Да. В зависимости от модели... Можно выставить, если у нас в один уровень, в один горизонт, и бордюр, и тротуарная плитка, то он спокойно выезжает и ничего дорабатывает. Ни триммером, ни аккумуляторными ножницами. Но это же расстояние все равно не проходит, которое до ножа от бортика до ножа. Еще раз говорю, он меняет угол атаки. То есть, если он подъехал у нас перпендикулярно. Вот он подъехал, у нас как раз 15 сантиметров не хватает. Вот он подъехал 70 градусов. Но он же может ровно параллельно ехать. Он может практически доезжать. У него ножи, вот тут как раз, он может вот здесь колесом. То есть, если здесь у него чаще всего, чаще всего, если правильно выставлен корт, 15-20-25 сантиметров в зависимости от опасности участка. 25 это дубосейна. 20 это какое-то бетонное ограждение. 15 это какой-нибудь кустарник или цветы. Меньше 15 не рекомендуется. Соответственно, могут быть механические повреждения. Он все равно его подъезжает под разными углами и все равно скашивает. Таким образом, наш газон остается красивым и ровным. Затронул очень интересный элемент. Куда же девается трава? Дело в том, что все кошение происходит в виде мульчирования. Что такое мульчирование? Когда мы работаем, допустим, газонокосилкой, то мы можем выставить, сразу скашивать 60-70 миллиметров, собирать это в травосборник и, соответственно, выносить компостную яму. Здесь высота кошения может быть установлена несколько миллиметров. 2-3-5 миллиметров. И вот эта очень мелкая биомасса, мульча, она просыпается на наш газон и успевает перегнивать. То есть все полезные микроэлементы, они остаются на газоне. И наш газон получает всю микрофлору, которую он не получает, если мы не подсеиваем или не подкармливаем газон. Очень важно делать это в начале сезона весной. Когда у нас очень активный ультрафиолет, когда у нас активное солнце, он как бы защищает, защитным ковром накрывает наш газон. И меньше идет испарение. Соответственно, мы начинаем экономить на воде. То есть наш счетчик, водомер говорит, о, какой молодец, спасибо, что приобрел робота-газонокосилку Husqvar. Дальше. Когда мы уходим, допустим, на длительный период... В том случае, если у тебя стоит автополив Гардена с настроенным датчиком влажности почвы, да, наверное, скорее всего... Дренажным клапаном, когда у нас не... За 200 тысяч рублей или за два телефонного айфона в вашей семье, да. Или новинка телефона. Когда мы уходим на длительный период зимой, осенью, обязательно тоже нужно делать мульчирование. Если у вас нет робота-газонокосилки, в обычную газонокосилку покупаете комплект для мульчирования и, соответственно, его делаете. Когда у вас работает робот-газонокосилка круглый год, круглый сезон, вам не нужно делать дополнительных манипуляций. Он работает тихо, не нужно делать компостную яму, куда выносить скошенный газон. Вы можете спокойно и легко поставить какое-нибудь кресло, пригласить друзей на пикник и смотреть, как божья коровка. Нет, ты будешь так, знаешь, берешь этого, ну, кого пригласил, так зашит. Вот, сука, смотри, у меня какая божья коровка за 70-200 тысяч рублей, а у тебя, мудак, нету ее? Ну, более того, можно достать еще свой гаджет с установленным приложением, скачанным. А еще поправлять, да. Или с App Store, или с Google Play. Туда так пиво ставишь, и кому-нибудь, как раз, подъезжай, а ты лежишь, тыкс. Да. Можно задать ему траекторию движения, можно дополнительно поставить фары. То есть, когда уже стемнело, когда огонь, языки пламени, мясо шварчит, и тут такой раз на кнопочку, и он подъезжает, раз, вторую кнопочку, хоба, фары включились, хоба, раз, он еще пиво прес. Ну, пиво, нет, если сам не поставишь, вот. Но некоторые кулибины уже придумывают, как сделать подстаканник. Ну, держатель, конечно. Да. Ну, и, соответственно, если уехал куда-то из города, посмотрел прогноз погоды или камеры видеонаблюдения, сказали дождь, ты даешь команду, и робот самостоятельно раз заехал в гараж. Слушай, знаешь, мне кажется, такая-то уже больше из категории имиджевая тема там, но у кого есть, конечно, такая достаточно территория благоустроенная, но тут уже такой, с другой стороны, получается вопрос. Если у тебя благоустроенная территория, у тебя по-любому должен быть садовник, который вручную поработать, правильно? Или она у тебя благоустроенная, но небольшая, когда ты такой вроде как и сам, и вроде пусть робот поработает, да? Ну, в основном покупают те ребята, которые, ну, могут себе позволить такой легкий выпендрёж, наверное, да? Ну, скорее, скорее можно согласиться с этим и добавить следующее. Когда есть участок и иногда приходится уезжать, а жена или супруга не всегда могут ухаживать, или садовник ухаживает за вашим газоном, этот робот не требует к себе дополнительного внимания. С этим устройством ваш газон всегда будет в порядке. И если у вас есть дополнительные возможности или участок говорит о том, что нужно сделать две зоны, то модели третьей серии, пятой серии позволяют разбивать на несколько участков, оставляя небольшой коридор метр-полтора, он, соответственно, может переезжать. Даже эта модель спокойно и легко может преодолевать подъёмы 15%. Модели следующего поколения, допустим, 430-й мувер, может преодолевать 30% наклон. А полноприводные версии сломающейся конструкции, они могут преодолевать 45%. В цифрах градусов, вот, чтобы было понятно, это 30 градусов. Для сравнения, любая бензотехника с четырёхтактным двигателем, уже на таких склонах не работает. Происходит отток масла в картер, происходит масляное голодание, термические задиры, преждевременный выход из строя. Собственно говоря, по этой причине не производят триммеры четырёхтактные. В основном китайские производители только мучаются. Вот. Эта проблема решается с помощью аккумуляторной техники. Здесь нет выхлопа, здесь нет шума. Соответственно, спокойно и легко преодолевает объёмы в заданной территории. Если нужно сделать, допустим, газон красивой спиралью, мы точно так же задаём этот параметр, и он косит в нужном рисунке. Если нам нужно, чтобы он работал только в те часы, когда у нас поработал полив, мы, соответственно, выбираем дни недели, мы, соответственно, выбираем часы работы, и именно в это время наш робот будет выезжать и косить заданное время. Но в своё время тоже роботы-пылесосы были дикоинкой, новинкой, сейчас для многих уже, в принципе, выйденность. Я думаю, что со временем эта тематика будет очень популярна, и когда она станет более доступна, эти технологии станут доступны практически всем, тогда, я думаю, вообще будет пик активности покупок. Но на данный момент пока, скажем так, сколько самая дешёвая, 170 тысяч рублей, да? 69. А, 69, ха. Помимо того, что вы можете приобрести робот, у нас есть акция при покупке робота газонокосилки, в подарок вы получаете установочный комплект. В зависимости от модели... А он не в комплекте разы обычно идёт? Нет. Разная длина корда, разное количество колышков, разные клеммники под разную модель, соответственно, идёт... Но сейчас в ноябре очень актуальная, кстати, тематика. Готовь саник летом, а телегу осенью, так и здесь. Обязательно нужно думать, что будет дальше. Я рекомендую начинать собирать уже деньги, положить под подушку уже с сегодняшнего дня, и как раз-таки где-то к апрелю, да, уже, наверное, начнётся этот активный... Я думаю, что уже в феврале, в марте нужно подумать, чтобы успеть... Уже об оформлении кредита на косилку. Ну, подумать... Я бы всё-таки сказал, подумать над дизайном и визуальным восприятием вашей божьей коровки. Может быть, это будет какой-нибудь другой друг или маленький помощник на вашем участке. Знаешь, в России вот только один барьер существенный есть, это вот реально кража, потому что, допустим, участка вот такую вещь выкатить, там, если к тебе доступ есть на твой участок через забор, блин, ну реально будут воровать, заразу. У нас были случаи, я скажу, что вообще роботы-казонокосилки, взять, допустим, Британию, продаётся в год порядка 45 тысяч штук. 45 тысяч. Но у них культура газонов очень сильно развита. Да, мы с друзьями часто говорим, когда общаемся с коллегами, чтобы получить британский газон, нужно было посадить его 300 лет тому назад. Ну, Папа Карло, когда вы это не знаете. Вот, 300 лет. 332 года. 331, 27 апреля. Это ещё полгода. Да, 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 ну ничего. Ну, опять же, Папа Карло и Черепаха Тортилла в фильме «Я когда-то была молода, 300 лет тому назад». Вот и к чему говоришь. Фильм такой был. Поцелуй мне в плечо называется. Ну, ты тоже издалека начал. Хороший анедок. Мне тоже нравится. Значит, британцы продают колоссальное количество. Уже уходят от того, чтобы продавать обычные газонокосилки. Даже аккумуляторные газонокосилки уже потихоньку отдают пальму фермерства роботам газонокосилки. Ну, это логично. Почему? Потому что цена, в принципе, примерно уже как бы там в таком диапазоне 30%. Да, но ты поставил, не заморачивайся. Можешь себе. Для тех, кто может себе позволить. Такой вот кайф. Ну, сейчас скоро мы перестанем вообще работать руками. Понимаешь, что тогда будет сидеть роботы? Что тогда будем делать мы? Мы будем творчески мыслить, будем управлять. Лёжа опять зарастать жиром. Творческий мысли. Пожалуйста, фитнесы. Фитнесы, да. Домашняя планка, отжимания, приседания. Никто не отменял. 4 подхода по 20 повторений. Хотя бы. Да. И так каждый качество. Ладно, спасибо большое, что посмотрели наш обзор на шикарнейшую робот-косилку от компании Husqvarna. В данном варианте она была в виде букашки представлена. Евгений нам рассказал очень большой, интересный, познавательный рассказ. Рассказала рассказ. Это масло-масляное, да? Ну, естественно, мы ждём вас в следующий раз в нашей комуорке, да? Уже раз 300 лет назад по бокалу. Пускай приезжает. Пускай приезжает, расскажет нам про интересные штуки от Husqvarna. Пока. Ставьте лайк. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok